Постмодерн как выигрыш времени. Фрагмент из книги Петера Козловски «Культура постмодерна». Москва, издательство Республика, 1997 год. Понятие постмодерна содержит в себе момент освобождения, так как оно в состоянии увести от идей, навязываемых современностью, от всемирного противостояния Запада и Востока по вопросу правильной интерпретации философии истории Гегеля. Упомянутое противостояние нужно рассматривать именно в таком смысле, а не как конфликт по экономическим проблемам. В вопросах экономики, как организовать фабрику, можно сравнительно быстро прийти к единому мнению. И скорее, во всяком случае в данный момент мы переживаем подобное развитие, можно прийти к единству в вопросах экономического строя, чем в отношении скрытого за ними всемирного конфликта. По вопросам философии истории и метафизики. События в бывшем Советском Союзе показывают, что в экономической области сближения осуществляются, но философия истории и метафизика, по сути дела, не затронуты этим процессом. Спор между Востоком и Западом есть в сущности спор о том, обретает ли абсолютное свое осуществление в человечестве и его авангарде, пролетариате, как это полагали младо-гегельянцы. Или абсолютное уже нашло свое воплощение в человечественном Сыне Божьем и тем самым уже определенным образом в каждом, а не только в том или ином человеке. Это старая полемика двух направлений в гегельянстве. На протяжении последних 150 лет право гегельянцев критиковали как философских реакционеров и считалось, что только младо-гегельянцы представляли наиболее прогрессивную форму сознания. Сегодня это выглядит скорее наоборот. Правота права гегельянцев стала очевидна еще в прошлом столетии. Если бы на исходе 19 века, в первой половине 20 века, в споре между младо-гегельянством и позитивизмом, христианство сумело бы достичь большего влияния, возможно, современности не пришлось бы приносить столько человеческих жертв ради высшего существа, человека. Конфликт Восток-Запад есть лишь продолжение старого спора гегельянцев между собой о материализме и религиозной вере. И постмодерн, преодолевая нетерпимость модерна, должен также помочь преодолению нетерпимости Востока и Запада в сфере метафизики. Постмодерн помогает освободиться от стальных оков философии и истории с ее трехступенчатым членением античность, средневековье, новое время. И тем самым делает реальную временную отстрочку. Триодическая структура, если она трансформирована из Божественной Троицы в схему внутримирового развития, направляет по ложному пути, предложенное Гегелем чередование царства Бога Отца, античность, царства Бога Сына, средневековье, царства Бога Духа, новое время, где новое время воплощает окончательное царство Духа, слишком близко представлению о третьем окончательном рейхе. Если в соответствии с триодической схемой после почти двухсот лет просвещения ожидаемое царство разума не наступает в современности, то тогда могут оказаться исчерпанными не только утопические энергии, но возникает и серьезная опасность глубокого и полного разочарования разума в самом себе. Переход от трехчленной схемы развития истории, антично-средневековье, новое время, к постмодерну обусловливает выигрыш по времени для четвертой эпохи, которая выполняет условия Тетрактис. Тетрактис у пифагорейцев священное число 4 и в то же время 10, как сумма чисел от 1 до 4. Этот выигрыш времени дает ответ на старый вопрос платоновского Тимея и всех пифагорейцев. Где остался четвертый? Постмодерн принимает на себя роль тормоза, отодвигающего наступление того, что, собственно, должно было наступить после крушения утопических историко-философских ожиданий современности. Гибели. Предназначение человека разрушит самого себя, но только прежде он должен стать достоин этого, пока же еще нет. Эпоха постмодерна представляет собой время, которое остается людям, чтобы стать достойными гибели. Модерн постоянно впадает из одной крайности в другую. Последовательным образом он ведет к утопизму, апокалипсическим настроениям или нигилизму. Все происходит по вполне определенной схеме. Когда модерн разочаровывается в скорой осуществимости своих утопических ожиданий, он впадает в апокалипсическое отчаяние. Когда же и здесь наступает разочарование, потому что апокалипсис не наступает, модерн оказывается обреченным на нигилизм. Здесь повторяется схема поздней античности. Если пророческие ожидания близкого будущего не находят осуществления, им на смену приходят апокалипсические ожидания, если же и они не осуществляются, их сменяет гностицизм. Совершенно очевидно, что сегодня утопические ожидания и пророчества окончательно развенчаны. Согласно высказыванию Мишеля Фуко, впервые, начиная с 1917 или даже с 1848 года, в мире нет ни одной точки, сквозь которую мог бы светить луч надежды. Мы должны начать с самого начала и спросить, откуда можно начинать критику нашего общества, так как всё, что породила социалистическая традиция, должно подвергнуться осуждению. Можно не соглашаться с мнением Мишеля Фуко, но не с тем, что утопические надежды действительно развенчаны до такой степени, что мы больше не можем на них полагаться. Поздняя античность на разочарование в своих ожиданиях ответила гностицизмом. Сегодня мы можем наблюдать, как на смену гностицизму и религии приходит нигилизм. Он не стоит подобно непрошенному гостю перед дверью, он уже на пороге. Мы обязаны были после разочарования в утопии и апокалипсических ожиданиях не возвращаться к нигилизму и к Ницше, а вновь возобновить схему поздней античности и заменить нигилизм гностицизмом. Философский гностицизм Гностицизм или гностическое пространство представляют собой не начальные ступени в философии или в христианской вере, а форму познающей религиозности и религиозного познания. Они расходятся с мнением Макса Вевера, отозвавшегося о них с полной пренебрежительностью, якобы объективного ученого. Гностицизм – это совершенно специфическая религия интеллектуала. Как будто интеллектуалу разрешается либо вообще не иметь религии, либо, если в таковой есть необходимость, иметь только детскую веру. Героизму Вебера созвучен самообман мужского самолюбия Вольтера в подобных вопросах, полагавшего, что религия и любовь суть только результаты человеческой слабости. Однако не являются ли религия и любовь напротив признаками духовной зрелости и силы? Близкие ожидания утопизма никогда не оправдываются, поскольку царство свободы не может наступить так скоро и совершенно изменить мир к лучшему без божественного вмешательства. Что касается апокалипсиса, то тут можно не строить никаких теорий, ибо когда апокалипсис наступит, теории нам не понадобятся. Итак, остается только гностическая форма христианской философии и религии. На сегодняшний день она представляет собой наиболее прогрессивную форму сознания, поскольку соответствует действительности человеческого существования и оправдала себя в различных направлениях христианского учения и философии. Характерными чертами эпохи Нового Времени являются в равной степени как обожествление разума, так и отчаяние в нем. Иррационализмы бегства в область жестоких, беспощадных мифов следуют за диктатурой разума, как тень. Ницшанская критика западноевропейской истории и заклинания Денисийского начала принадлежат Новому Времени, так же, как и миф 20-го столетия, и новое язычество германского освобождения от иудиохристианства недавнего немецкого прошлого. Постмодерн сопричастен всем этим разрывам модерна, так как вступает в права наследства, которое должно быть не завершено, а отменено и преодолено. Если проблема Нового Времени составляла примирение произошедшего и будущности, то постмодерну необходимо обрести новый синтез по ту сторону противостояния рационализма и иррационализма. Речь идет о новом обретении утраченного общего духовного состояния и человеческих форм знания, которые выходят за границы коммуникативной компетенции и аналитического разума. Продолжение следует...